В жизни каждого человека бывают ситуации, когда медикаменты нужны в экстренном порядке. Что делать, если вдруг нестерпимо заболела голова или зуб, а необходимых лекарств под рукой просто не оказалось и аптеки уже не работают? Ведь болезнь не приходит в строго рабочее время. Как получилось, что в Наринмаре нет ни одной круглосуточной аптеки? Как мы с этим живем и нужен ли нам доступ к лекарствам 24 часа в сутки? Здравствуйте, в эфире программа «Полярное мнение» и я ее ведущая Елена Семеновичева. Как и обещали, сегодня мы обсудим тему наличия, а точнее отсутствия в городе круглосуточных аптек. Здравствуйте, уважаемые гости, у нас сегодня в студии Елена Левина, начальник отдела лекарственной помощи, Ольга Епифанова, директор Нинецкой фармации и Ирина Кузьменюк, заведующая центральной аптекой. Для начала предлагаю узнать, актуальна ли вообще эта проблема круглосуточной аптеки в нашем округе, в нашем городе, в Наринмаре? Предлагаю, пожалуйста, посмотреть на плазму. Конечно нужно, вдруг что-то случится, вдруг ребенок заболеет, или взрослый что-то случится, обязательно. Вот у нас аптека здесь, рядышком я живу, очень женщина прекрасная работает, обслуживание всегда хорошее. Если бы ночная была, то вообще любая дорогая. Все может случиться ночью. Да, считаю, нужно, так как у нас запустим маленький ребенок, и ночью поднимается, допустим, температура или что-то, ну, нужно срочно, и не работает, поэтому тяжело без этого. А что вы делаете в таких случаях? Ну, у родственников, как позвоним, попросим что-то, и может у них есть, чтобы помогли. Я считаю, что нужно обязательно. Ночью приспичить может поэтому, конечно же. Ну вот мы услышали ответы. Скажите, пожалуйста, Ольга, не планируете ли вы открывать в ближайшее время круглосуточную аптеку, переходить, точнее сказать, на круглосуточный режим обслуживания? Ну, на данный момент я не могу точно сказать, потому что если заниматься глубоко данным вопросом, то надо заниматься им глубоко. То есть и закон о защите прав потребителей, это закон 2300-1, он трактует, что так как мы являемся ГУПом, то наш режим работы должен быть согласован с Департаментом здравоохранения. Простите, для зрителей ГУП это что такое? Государственное университетное предприятие Нинецкого автономного округа, Нинецкая фармация. То есть государственным мы являемся только потому, что мы работаем на площадях и на имуществе, принадлежащем Нинецкому автономному округу. Во всех других мы коммерческая организация, мы сами зарабатываем деньги. И, естественно, если заниматься плотно этим вопросом, мы будем просчитывать нашу рентабельность в ночное время суток. То есть нам надо посмотреть проходимость, сколько будет обращений. Также мы посмотрели, у нас есть мониторинг, сколько, допустим, покупатель тратит в определенные часы нашей центральной аптеки. То есть пик приходится на 15-16 часов, это вот среднемесячное. Дальше немножко он падает и существенно он падает с 19 до 21 часа. Центральная аптека у нас работает до 21 часа. Показатель с 20 до 21 часа, он падает в разы, он падает в 4 раза по сравнению с дневными выручками. Также я вот попросила данные, кто у нас работает дольше всех, это формула здоровья. То есть они работают до 22 часов. У них, правда, по количеству чеков, с 21 часа до 22 часов у них всего 7 покупателей. Ну давайте говорить, если про формулу здоровья. Посмотрим на плазму. У нас есть запись заведующего, вот что нам она ответила. Посмотрим, пожалуйста. У круглосуточных аптек, да, этот вопрос уже поднимался неоднократно, но в связи с отсутствием достаточного количества кадров и малой эффективности, пока этот вопрос остается открытым. Не планируют переходить на круглосуточный режим и другие частные аптеки. Мы очень много опрашивали по городу. Вот что нам ответили в частной аптеке. У вас есть такая в городе. Давайте, пожалуйста, послушаем. Нет, не собираемся. Нам этот вопрос не рассматривался. Ну, во-первых, потому что мы не занимаемся отпуском лекарств, которые применяются для оказания экстренной медицинской помощи. То есть лекарства, которые там используются онкобольными или теми группами людей, которые могут обратиться в аптеку в ночное время. Вторая причина то, что часы работы нашей аптеки все-таки с 8.30 и до 20.30, что позволяет всем обратившимся днем к врачу получить необходимую медицинскую помощь. Ну, мы работаем без выходных, без перерывов, без праздничных дней. То есть времени достаточно для того, чтобы прийти в аптеку и купить необходимые лекарства. Честно сказать, послушав своих респондентов, я расстроилась, потому что очень хотелось порадовать Нарин Марсов такой хорошей новостью о том, что в ближайшее время у нас откроется круглосуточная аптека. Но один положительный момент все-таки есть. Целесообразным открытие круглосуточной аптеки считают в администрации окруженной больницы. Предлагаю, пожалуйста, послушать комментарий по данному вопросу от заместителя главного врача по лечебной работе Ирины Витальевны Липко. Пожалуйста, слушаем. Да, я считаю целесообразным, если на территории города Нарин Мара, а также поселка Искатели, возможно, появится аптека, которая будет работать в круглосуточном режиме. Значит, в настоящее время население Нарин Мара, поселка Искатели, получает медицинскую помощь при необходимости в вечернее и ночное время при обращении на скорую помощь, а также при обращении в приемный покой окружной больницы, где они осматриваются специалистами по соответствующему профилю. То есть там находятся дежурные врачи, педиатры, хирурги, терапевты, гинекологи. При необходимости и возникновении каких-то срочных, неотложных показаний также могут быть вызваны врачи-консультанты, которые осуществляют дежурство на дому. Это неврологи, стоматолог, лор-врач, офтальмолог. То есть если необходимо оказать неотложную помощь, то она оказывается в полном объеме. Пациенты получают как медикаментозную, так и другую помощь, например, перевязки, гипсовые завязки и так далее. Но далеко не все пациенты при патологии нуждаются в госпитализации. То есть если врач, осматривающий пациента, сочтет нужным не госпитализировать по тяжести состояния данного пациента, то дает определенные рекомендации после оказания неотложной помощи. И, в принципе, на приемном покое может быть выдан рецепт на соответствующий лекарственный препарат. Будь то анальгетики, спазмолитики, антибактериальные препараты, противовирусные препараты при необходимости. Мы понимаем, да, что если лечение начато в более ранние сроки, сразу по обращению пациента, то эффективность данной терапии будет выше. Так вот, получается, что пациент, которому оказывается неотложная помощь, мы, предположим, вечером в 23 часа, в течение нескольких часов до открытия аптеки, будет лишен возможности принимать лекарственный препарат, если его нет в наличии дома. Поэтому это несколько, в ряде случаев, конечно, не 100%, но в ряде случаев может немножко осложнить ситуацию. То есть не получить в достаточной мере обезболивающий препарат, да, и к утру травмированный, предположим, конечный, да, может разболеться. Кроме того, чем в каких-то гнойных процессах, да, чем раньше начато лечение антибактериальными препаратами, тем лучше будет и быстрее выздоровление. Поэтому, конечно, для такого контингента, да, для пациентов, которые не госпитализированы по тяжести состояния в отделении больницы, они могли бы возможность иметь получить лекарственный препарат по рецепту уже вечером и ночью. У нас в студии Елена Левина, это начальник отдела лекарственной помощи, и хочется спросить у вас. Вот как раз в таких ситуациях что делать? Дело в том, что вот Ирина Витальевна правильно сказала, что в любой неотложной ситуации необходимо в первую очередь обратиться к врачу, потому что только врач может принять решение, какой именно лекарственный препарат необходим пациенту в той или иной ситуации. А фармацевт или провизор, к сожалению, он такими знаниями не обладает, и рекомендовать пациенту лечение в соответствии с патологией не может, потому что он не имеет возможности осмотреть этого пациента. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день в нашем органе достаточно адекватно оказывается неотложная помощь, то есть пациент может обратиться с внезапно возникшим состоянием на приемный покой, либо на скорую помощь, где ему неотложная помощь оказана будет. Но там уже дальше, да, действительно, только в утренние часы можно получить лекарственный препарат в аптеке, если он будет выписан. Но учитывая, что у нас очень большое количество льготных категорий граждан, то есть их на сегодняшний день 11 227 человек, из них более 2000 – это детское население, поэтому граждане имеют право получить бесплатные рецепты, поэтому они должны подойти на прием к своему лечащему врачу, выпустить бесплатный рецепт, в том числе и на антибиотеральные противовирусные препараты, и получить его в аптеке бесплатно. Бывают ведь такие ситуации, мы все с вами люди, что нам не так сильно на что-то болит, например, зубная боль, да, или головная боль, или у ребенка поднялась температура, жар, это всего лишь навсего нам надо купить нурофен обыкновенный, и с этим мы будем звонить в скорую помощь, вызывать неотложку, получается, это же называется неотложная помощь, что-то такое должно, скорее всего, серьезно, и это считается неотложным состоянием. Высокая температура у ребенка, это неотложное состояние. Допустим, это про ребенка, я с вами согласна, что лучше все-таки вызвать неотложку, скорую помощь, если болит зуб. У нас ведь с вами в аптечке, вот мы все обыкновенные люди, да, у нас с вами что в аптечке лежит? Обезболивающее, жаропонижающее. Это не всегда и не у всех, не все, ведь у нас здравомыслящие люди, и не у всех есть обезболивающее или жаропонижающее, у многих лежит йод, пластырь, ну и что-то еще, то есть вот такие вот, например, ожог стучился у человека, и надо бипантен, пантенол, да, спрей купить, опять вызывать скорую помощь. Но в любом случае, даже если ожог стучился, если он, доктор должен посмотреть и оценить объем поражения и принять решение, требуется ли диабиотик в этом случае. Небольшой ожог, вот, например, у меня случилось, доставала жарко из духовки, обожглась, и у меня не оказалось, например, в холодильнике или в моей домашней аптечке этой самой пены. И от того, как быстро я ее нанесу, правильно ведь на поверхность, зависит то, как дальше пойдет лечение. Вот что делать? Ну, если случилось ночью, тогда только приемный покой на сегодняшний день. Опять приемный покой, да. Получается, что у вас работает не отложка, даже по таким мелочам. У нас же никому не отказывают в оказании медицинской помощи. Понятно, что не отказывают. Вы же не можете оценить тяжесть своего состояния, да? Все равно обратитесь к врачу, чтобы он вам помог в этом, как говорится, сложном деле. Но, с другой стороны, хочется отметить следующий факт, что бесконтрольный прием антибиотиков, обезболивающий прият, он тоже может затереть клиническую картину так, что когда пациент обратится к врачу, врач не сможет сразу поставить диагноз. Потому что, допустим, если взять тех же самых детей, боли, например, в животе, родители начинают давать обезболивающие препараты, потому что они пошли купили в аптеке, у ребенка пендицит. Первая клиническая картина, поздно поставлен диагноз, у ребенка могут быть без осложнений. Но они это делают просто, чтобы купировать? Нельзя этого делать. А в ночное время? Да, даже в ночное время. Если, допустим, у нас случается такая ситуация, что ребенка болит в живот, то ребенка в первую очередь нужно показать врачу, чтобы исключить острую хирургическую патологию, чтобы не затереть симптоматику. Потому что любой прием препаратов, он стирает истинные клинические проявления заболевания, и у врача возникает потом затруднение поставить правильный диагноз. То есть у вас совсем... То есть самолечение, оно мешает врачу в дальнейшем вести правильно пациента и оказать ему адекватную медицинскую помощь. То есть в этом случае мы тоже теряем драгоценное время при оказании медицинской помощи, когда пациент начинает самостоятельно принимать какие-то препараты, и получается искаженная картина, врач не может адекватно принять окончательное решение, что делать. Если говорить о том, что у вас по городу 25 тысяч, да, вместе с поселком Искателя, примерно количество жителей, примерно так, то на это количество... Нет, в городе Искателя у нас получается 31 тысяча. 31 тысяча. Это дети трудоспособные. Это еще больше, да, это еще больше. И на такое количество жителей нет ни одной хотя бы, я вот знаю, что они как-то различаются, дежурные круглосуточные аптеки. Может быть, хотя бы дежурную тогда аптеку создать? Может быть, при приемном покое хотя бы какой-нибудь киоск? С самым необходимым, вот просто с самым необходимым. Там же все равно, насколько я знаю, просто это очень затрудняет, да, там надо ведь и окошко специально делать. Кто-нибудь может пояснить по этому вопросу? Что-то должно быть. Да, на данный момент, да, есть разница между круглосуточной аптекой, которая и в утренние часы, и в ночное время работает в одном режиме, и дежурной аптекой. Опять же, возвращаясь к нашим советским временам, в советское время приказ инструкции 617 от 79 года, кстати, до сих пор действующая, она как раз прописывала, что такое дежурная аптека и минимальный ассортимент, который должен быть в дежурной аптеке. То есть это до сих пор надо минимальный ассортимент, но, слава богу, у нас сейчас есть минимальный ассортимент, то есть это тоже должны подтвердить органы департамента, чем мы должны, допустим, заниматься в дежурной аптеке. Но там свои трудности, это окошечко, это узкий ассортимент будет, то есть за основу, скорее всего, будет браться минимальный ассортимент. Ну, самое необходимое. Да, и, естественно, никто не отменяет выдачу даже в ночное время по рецептам рецептурных препаратов. А антибиотики, как правило, они все являются рецептурными препаратами. То есть, если даже вот тут вот мамочка выступала, что у ребёнка жар или ей нужен антибиотик, мы не сможем его отпустить. Скорее всего, она имела в виду жаропонижающие. Ну, хорошо, жаропонижающие или вот ожоги. Вдруг там надо подкреплять антибиотиком, мы не сможем без рецепта отпустить. Это будет нарушение лицензионных требований, а это вплоть до лишения лицензии. Ну, а пену? Пену вы сможете? Она же без рецепта вообще отписывается. Аллозоль, пожалуйста, да. Это всё, пантенол, аллозоль мы сможем. Но единственное, что не будет ли двояко, что к нам придёт пациент, ну, при условии, что там дежурная аптека, придёт пациент, попросит антибиотика, мы откажем. Потому что у него просто-напросто не будет это так же. Получится, что он обращается либо в скорую, либо в приёмный покой, который им выписывает рецепт. После этого рецепта он также ночью садится на такси или на машину и едет уже в дежурную аптеку. Ну, лучше такой вариант, чем ему терпеть до утра. Так ему уже в приёмном покое окажут помощь. Ему окажут помощь, ему всё равно потом, поскольку я поняла, ему выпишут рецепт правильно пациенту. И он должен потом будет пойти и приобрести антибиотики. Или у какую-то часть антибиотиков... Часть же ему сделают. А, часть же сразу же сделают. То есть в первом ходе, если есть необходимость в введении препарата, то препарат ему на первое это введение сделают. Потом вот... Восемь часов открывается центральная аптека. А как бы с теми людьми, которые, например, работают до 9, если брать такой контингент людей, они работают, некоторые ведь и до 11 часов работают, и они просто не успевают. Ведь впрок же мы не купим правильно всего, мы же всего не сможем предугадать, что с нами может случиться. Он работает до 11, и он просто физически... Вот у нас были такие респонденты, мы просто всё не смогли показать вам, отвечали таким образом, что я работаю, я просто не успеваю сходить в аптеку. Что ему делать? Я ещё раз говорю, чтобы поднять вот этот вопрос и принять решение, вот, допустим, с нашей фармацевтической точки зрения, нужна ли аптека, надо чётко понимать, сколько это будет. Потому что рентабельность никто не отменял. Это раз. Вы считаете, это будет нерентабельно? На данный момент я считаю, что это будет... Вот у вас был опрос, можете, пожалуйста, нам пояснить, когда он проходил? В 2012 году был такой же запрос депутатов по поводу открытия ночной аптеки. И нами в ГУПНАУ Ненецкой фармации в наших аптечных пунктах и аптеках были розданы анкеты. Анкетирование проведено у 411 покупателей. Возрастной состав от 20 до 34 лет – это 9% респондентов, 20-40 лет – 45%, и старше 40 лет – 46%. Там были ряд вопросов, в частности, время посещения аптеки. Утро посещают 11%, день – 58% и вечер – 31%. Необходимость в лекарственном обеспечении в ночное время был один вопрос. Один раз в неделю 7% респондентов ответили, один раз в месяц 32%. То есть это будет работать аптека один раз в месяц? Нет, если будет работать аптека в ночное время, как бы часто вы обращались. Вот, один раз в неделю 7%, один раз в месяц 32% и не нуждаются 61%. Удобный режим работы. С 8 до 21 часа ответила 56% за этот режим. С 8 до 22 – 42,5% и круглосуточно ответ был всего 1,5%. Таким вот образом. Но хочется сказать, что в газете «Нарьяна Дубрия», когда готовилась к этой передаче, я нашла статью. Не нужна ли она, знаете, от какого числа? Вот 18 апреля 2013 года, то есть через год. Уже были, ну здесь может быть не столько, конечно, респондентов, не 411, но практически все, здесь 5 человек, они отвечали «за». И на сегодня мы смотрим то, что люди, все, кого мы опрашивали, они все отвечают положительно, что все хотели бы, чтобы хотя бы одна по городу, может быть, при приемном покое, но был какой-нибудь ларечек, где можно купить хотя бы самые необходимые, то, что, ну, обезболивающие те же самые. Вот у вас не поднимался такой вопрос, да? К сожалению, у нас такой информации к нам не поступало, что население необходима круглосуточная аптека, потому что при поступлении любого обращения мы его рассматриваем и потом даем окончательный ответ, либо промежуточный. Но вот, к сожалению, к нам больше никто не обращался, было единственное обращение в собрании депутатов по поводу открытия кружки. В 2012 году. Да, и больше этот вопрос не поднимал. Поэтому мы его не рассматривали, потому что обращений нет, аптека работает в своем режиме, в населении, судя по тому, что к нам обращение, это удовлетворено этой работой, и поэтому мы этот вопрос не рассматриваем. Если говорить про вас, как вы сами, и женщины, вы сами, и родители, как вы считаете, нужна ли лично для вас круглосуточная аптека? Может быть, до 12, как вариант? Ну вот как вариант, скорее всего, может быть, удлиненный рабочий день. Да, удлиненный. Потому что ночью держать людей в аптеке, когда-нибудь иного покупателя, тоже действительно... У нас город очень маленький. Да, город очень маленький, и такой востребованности нет, потому что у нас есть ряд аптек, которые являются частными, и они же первыми реагируют на спрос покупателя, то есть они заинтересованы в прибыли больше, чем унитарные предприятия, потому что они только так себя могут содержать. Если бы востребованность была у населения, уже давно бы рынок отреагировал. Рынок не реагирует, поэтому сложно очень сказать. А будет ли какая-нибудь для этих частных аптек, которые соберется, например, частный предприниматель соберется открыть аптеку? Будет ли какая-то поддержка от государства, какое-то субсидирование? Ну, к сожалению, у нас по поручению правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения, мы можем оказывать поддержку только государственным унитарным предприятиям, то есть теми аптекам, которые работают на государстве. Тогда это сразу же к вам вопрос, да? То есть поддержать мы сможем только... Поддержать? Да. То есть вы сможете, да? Каким это все образом будет проходить? Будет решаться на комиссии по имуществу, то есть там тоже будет оценена рентабельность, сколько это принесет доходы, и будет ли это под силу окружного бюджета взять на себя еще дополнительные расходы. Ну так вот, к слову сказать, когда вы рассчитывали в 2012 году, сколько это примерно будет стоить в месяц, в месяц сумма укладывается в... 580 тысяч. То есть это не просто так, то есть это же необходимо содержать круглосуточную фельдш, прошу прощения, фармацевта. Они должны работать со сменами, то есть должно быть минимум 4... фармацевта. Им необходимо оплачивать работу в ночные часы. Это там двойная оплата. Потом, учитывая, что у нас такой жесточайший кадровый дефицит, и своих фармацевтов у нас нет, основная масса у нас специалистов приезжает из других регионов. Неважно, из какого региона приедет специалист, но ему необходимо оплачивать на им жилья. Ну, в среднем у нас по городу, вы знаете, сколько стоит на им жилья. То есть, ну, грубо говоря, даже пускай 20 тысяч в месяц, это тоже дополнительные расходы. Плюс охрана, это тоже в ночное время дополнительные. То есть там уже не просто так будут сигнализации, там уже необходимо держать охранника, потому что в ночное время для предотвращения любых инцидентов необходимо, чтобы фармацевт там был еще, так скажем, человек, который смог бы его защитить в случае возникновения каких-то экстрадиональных ситуаций. Вот это плюс еще коммунальные расходы и так далее, и тому подобное. Ну, с учетом кризиса, скорее всего. Да, вот складывается такая вот сумма, и, на мой взгляд, на сегодняшний день она несколько неподъемна для унитарного предприятия. Не более, что только Валентина сказала, что, учитывая, что в вечернее время падает спрос, формулу здоровья опрашивали, да, вот у них спад покупателей, да, там даже в вечернее время 7-10 человек. Это в формуле здоровья. Это в формуле здоровья, там 7 человек, так сказать, да, в среднем, получается, в день людей, которые обращаются, в этот формуле здоровья времени, с 20 до 22. То есть выручки нет, и если брать это на бюджет, на бюджет уляжет такая вот сумма. Еще ремарочка. Это сейчас у нас идет март месяц. Это считается, что у нас сезон. Ну, вот зимнее, потом пойдет лето. Эпидемии различные. Да, потом пойдет лето, народ весь выезжает из округа, то там летом-то это вообще будет караул. То есть кто-то, кто-то, кто-то поедет на дачи, кто-то нет. Да, лето, днем-то никто не ходит в аптеку. В принципе, возможно рассмотреть вопрос удлинения режима работы аптеки именно в период подъема острой распознанной заболеваемости, да, когда и скорая помощь загружена. Я думаю, потом уже все привыкнут, и если потом пойдет у нас. На лето же тоже какой-то год было, что аптека работала до 22, потом на летнее время до 21. То есть такой вот плавающий режим работы, то есть и фармации удобно, и население довольное. То есть я считаю, что самое оптимальное вот на сегодня, да, рассматривать удлинение режима аптеки именно в пиковый подъем заболеваемости. То есть гражданам просто необходимо, с учетом наших сложностей, и все-таки иметь у тебя дома запас жаропонижающих, если это детки, да, и обезболивающие, если получается. То есть вы говорите из таких условий, как у нас. То есть у нас просто зажаты чем-то? Нет, мы не то, чтобы зажаты, но мы уже ведь изучили опыт регионов, да, вот, допустим, наши ближайшие соседи, Архангельская область, Петербург и так далее. Государственные предприятия, круглосуточные аптеки там не открывают. Там у них этим занимается бизнес. Частные аптеки. Это частные аптеки, да. То есть это маленькие предприятия, где вот, ну, допустим, если даже у нас рассматривать вариант открытия круглосуточной аптеки, да, или дежурной аптеки, то центральная аптека к этому не подходит, потому что у нее очень большое помещение, и, то есть это в разы возрастают расходы на обслуживание, да, то есть учитывая объемы торгового зала. То есть это должно быть лично такое вот... Компактное. Компактное, да. То есть это может быть аптека на лесозаводе, ну, не знаю, что у нас еще вот такое поближе. По площади в месяц. А больше ничего не подходит, да. Потому что у нас три свои помещения только доискатели, лесозаводные. Все арендованные, то есть там закрываются магазины, и вместе с ними закрывается аптека. Только единственный вариант, если рассматривать аптеку на лесозаводе, ну, вот, может, только что... То есть это опять ваше, да, насколько вы понимаете? А частным предпринимателям получается совсем... Или это только своими силами, да, они будут все это делать? Да, они это делают, да, вот это самое. Ну, грубо говоря, по поддержке они от государства... Нет, по поддержке они не получат. То есть они будут выходить в ситуацию, либо поднимая цены на те лекарственные препараты, на которые не регулируются. То есть они будут вынуждены поднять цены на лекарственные препараты, потому что они должны же как-то это дело окупать. Вот я, например, как человек приезжий, для меня это вообще дико. То, что в таком городе, он, извините меня, не маленький, нет ни одной аптеки, даже дежурной. Потому что обособлено абсолютно, это как какое-то государство, да, город Нарьинмар, рядом нет ничего, абсолютно. И куда бежать, и что делать, для меня лично, это был шок. И поэтому мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы услышало нас государство, услышало правительство и хотя бы что-то предприняло, потому что очень много опрошенных людей, они все говорят как один о том, что хотелось бы, или хотя бы дежурную. Не дежурную, а вот с удлиненным рабочим днем. Что у вас сейчас произойдет после этой передачи? Что, может быть, какие-то сразу же будут предприняты меры? Или как это будет происходить? Вопрос в любом случае, мы будем осуждать руководителями департамента. Будет заседание какое-то, да? Будет рабочая группа, скорее всего, к этому вопросу. И там уже приняем решение, сможем мы на сегодняшний день удовлетворить. Или это будет производиться опять опрос? То есть наша вот эта передача, и все равно у нас он все-таки был маленький, да, опрос, его недостаточно, скорее всего, да? Будет проходить анкетирование? Ну, скорее всего, да. Или какая-то уже конкретному человеку надо прийти, подать заявление? Нет, ну тут уже не будем людей гонять специально, чтобы они приходили в департамент, оставляли своими. Скорее всего, да, вот разработана анкета, и у нас в Ленинской окружной больнице есть линии медицинской прокладки, которую мы поручим, провести опрос населения вот именно по этому вопросу. И уже детально проработаем, насколько это будет необходимо, насколько будет востребовано, и, скорее всего, круглосуточная, ну точно, скорее всего, не получится сделать, а удлинённый рабочий день... То есть круглосуточной аптеки, скорее всего, в округе вообще никогда не будет? Ну вот никогда нет, я бы так не сказала. Вот на сегодняшний день, то есть вот с тем, как у нас обращаются граждане в аптеку, да, то есть я думаю, что удлинённый день это вот самый оптимальный вариант. Я считаю, что они обращаются сейчас в аптеку, может быть, потому что они привыкли просто-напросто, что аптека закрывается в 9, и всё, и больше ты никуда не побежишь, и просто у вас здесь взаимовыручка очень развита в округе, поэтому сразу же на телефон, сразу же к соседям побежали, дайте то, дайте сё. А вот, например, приезжим, у них такого нет, у круга знакомых, правильно? Им что делать? Ну вот только медицинский организм обращаться. Только обращаться как раз-таки внеотложку, да, по любой, по любой абсолютно. Ну, получается, что, да, потому что вы же не можете остаться внецинской помощи при любом состоянии, будь то ожог, будь то головная боль нестерпима или ещё что-то. Ну, понятно. В общем, подводим итог нашей передачи. В ближайшее время у нас, скорее всего, круглосуточная аптека не откроется, но, возможно, будет аптека с удлинённым, правильно сказать, да, с удлинённым рабочим днём. Большое спасибо уважаемым гостям за то, что они пришли. Спасибо телезрителям. Это была программа «Полярное мнение». Увидимся ровно через неделю.